Как мы все сегодня знаем, горел Нитердам-де-Пари, который простоял столько веков, не был, в общем-то, задет никакими войнами, а тут из-за каких-то строительных лесов загорелся. 7.04.2018 года я давала такое предсказание. Папа Римский наклонился, ему нехорошо, затем резко сел в инвалидное кресло. Уже тогда я поняла, что что-то, либо с Папой Римским, либо с католицизмом, что-то будет плохо. 6.11.2018 года, также в разделе «Весь мир» будет гореть храм или старинное здание. Теперь я хочу зачитать людям вот такое. Согласно наиболее популярной трактовке так называемого пророчества о Папах, приписываемого архиепископу Северной Иландии святому Малахии, жившему в XII веке, избранный на этом конклаве понтифик, станет последним. Пророчество, представляющее собой 112 коротких латинских фраз, описывает римских пап, начиная с Целестина II, вплоть до Второго пришествия из Страшного Суда. Ушедший в отставку Бенедикт в этом списке предпоследний. Его правление описывалось фразой «Слава Оливы». Как отмечают сторонники пророчества, будучи кардиналом, Иозеф Рад Цингер носил титул кардинала Велетри Сеньи, а на гербе города Велетри изображены три оливковых дерева. Кроме того, он возглавлял конгрегацию доктрины веры, она же Святая Инквизиция. На гербе Святой Инквизиции также изображена оливковая ветвь. При последнем же папе, которого пророчество называет Петром Римляниным, случатся последние гонения, а свою папство он будет вести среди множества терзаний, после которых город Семи Холмов будет разрушен, и судья страшный будет судить народ свой. Ну вот такой вот, это я еще писала, аж в 2014 году у меня на сайте стоит, что этот год, и я еще предсказала в 2018 году, что этот год, 2019, будет началом заката католицизма. Это предсказание есть, оно прошло еще по многим сайтам в интернете. Что я вообще хочу сказать? Ну, в общем, все на ваших глазах, и, конечно же, то, что этот храм загорелся, это было не просто так. Это было послание высших сил католицизму. Продолжение следует...